Так, ладно, давайте продолжим. Мы с вами остановились на магнитостатике и в прошлый раз с вами получили выражение для векторного подписала магнитного диполя и магнитного поля. Магнитное поле. Магнитного диполя, да? Ну, давайте у нас девятая лекция. Мы с вами продолжим. То, на чем мы закончили в прошлый раз. Напомню, мы рассматривали движение зарядов, финитное движение зарядов, то есть движение зарядов, происходящее в конечной области с конечными скоростями. Финитное движение зарядов. И сказали, что в такой ситуации можно уравнение Максвелла и уравнение непрерывности усреднить по времени много больше, чем характерный перевод движения. В такой ситуации все производные, помните, доказывали свойства, что если функция ограничена, то ее производная усредненная равна нулю. Это позволило получить выражение для дивергенции G равно нулю. Это вот одно из основных уравнений магнитного статика. А из уравнения второй пары уравнений Максвелла следует уравнение, следующее уравнение, рот РАЖ, 4К на СЖ. И под G и H мы подразумевали поля усредненные по большому интервалу времени. Здесь не забываем, что вот здесь еще значок среднего стоит. Здесь, здесь и здесь. Но мы его опускаем конкретно в части, касающейся магнитностатики. Мы с вами нашли выражение для векторного потенциала. А выражение для векторного потенциала получается из... Ну, мы берем векторный потенциал. А равняется ротор H. Тогда подставляем сюда ротор... Прошу прощения. H равняется ротор А, конечно. Подставляем вместо H сюда. Получается ротор ротор А, градиент дивергенции минус лапласиан. И далее полагаем, просматриваем случай куломовской калибровки. Куломовская калибровка, дивергенция равняется нулю. Тогда слагаемое с градиент дивергенции тоже зануляется. Мы получаем уравнение лапласиана равняется минус 4π на cg, решая которое с помощью функции Грина мы получаем следующий ответ. a от r равняется интеграл d3r' g от r' делить на модуль r минус r'. Ну, а, соответственно, магнитное поле это ротор А, это есть, нужно две штуки взять ротор, один на c забыл, напишу. Единица на c интеграл d3r' векторное произведение g от r' на r минус r' поделить на модуль r минус r' в куме. Закон биосовара. Магнитное поле постоянных токов. Ну, и далее с вами мы делаем мультипольное разложение. То есть рассматриваем систему зарядов, пусть у нее характерный размер a, и поля на расстоянии r, которые много больше a. Ну, или a много меньше r. В такой ситуации мы с вами знаем, как разложить знаменатель. единица r минус r', это примерно 1 на r, плюс скалярное произведение r на r' делить на r в кубе, плюс и так далее. Далее мы с вами поставили это разложение знаменателя в выражение для векторный потенциал, и получили с вами, что в нулевом порядке мы получаем, а от r равняется интеграл. Ну, не будем писать, 0, короче говоря, получается. Напомню, что вот интеграл g от r d3r, помните, да, доказали, что из дивергенции g следует, что вот такой интеграл равен нулю. И в нулевом порядке получили, что векторный потенциал равен нулю. В первом порядке мы получили как раз-таки поле магнитного диполя. Но напомню, что мы, когда работали с интегралом g на скалярное произведение r на r', доказали следующее интересное соотношение. Вот такой интеграл d3r', g от r', r на r', равняется минус 1 вторая интеграл d3r', векторное произведение. Какое там было? r, r' g от r'. Помните, да, доказали такую штуку? Опять же, пользуясь тем, что дивергенция g равна нулю. Рассмотрев определенное соотношение, доказали вот такое свойство. Ну и подстановка дает векторный потенциал в следующем виде. ню на r на r в кубе, где мю – это и есть магнитный момент, определяемый соотношением. 1 на 2c d3r' векторное произведение r' g от r' это магнитный дипольный момент, или просто магнитный диполь. Вектор магнитного диполя. Ну, можно взять ротор от А и получить магнитное поле. h равняется ротору А, но это первый порядок. Давайте здесь писать индекс единичку. Единичка. Взятие ротора, ну вот самостоятельно проделайте, делайте это тривиально, получаем выражение, аналогичное электрическому полю, электрического диполя. то есть 3 мю на nn минус мю делить на r в кубе. Магнитное поле магнитного диполя. магнитного диполя. И опять здесь вспомните, да, когда мы рассматривали электрические диполи, мы с вами отмечали, что это выражение справедливо всюду, где r не равно нулю. А если r равно нулю, то вообще говоря, могут вылезти выражения, пропорциональные дельта-функции. Вон так, что поле диполя содержит вклад 4p на 3 дельта-функции от r. Магнитное поле магнитного диполя такой же вклад содержит. Выводить не будем, а просто напишем, что это есть минус 8p на 3, дельта-функции от r. Еще вот такой вклад есть. Но опять же следует из того, что лаплосиан 1 на r, это есть минус 4p дельта-функция. Да, и вот если считать корректно лаплосиан от того выражения, то в общем вылезет дельта-функция. Без вывода, просто для справки. Это на самом деле, вот этот член, он важен, он будет ответственен за сверхтонкое расщепление в атоме водорода. В курсе квантовой механики будет задача о сверхтонком расщеплении. Окажется, что как бы в классике это не очень осмысленное слагаемое. Почему? Потому что дельта-функция. Оно нужно, чтобы заряды сблизились, чтобы это поле почувствовать. А мы с вами знаем, что сама классическая ликлигамика теряет свою применимость на малых масштабах. Поэтому это слагаемое само по себе. Здесь в классике ну не очень значимо. Однако в квантовой механике заряды описываются не точками, а волновой функцией, которая имеет распределение. В принципе, это распределение может эту дельту-функцию почувствовать. Это дает действительно экспериментально наблюдаемый сдвиг уровней с сверхтонком расщеплением. Это мы с вами на этом в прошлый раз остановились. Теперь мы продолжим. Давайте вычислим силу, которая действует на магнитный диполь в магнитном поле. Мы, в общем, действуем в том же самом духе, в каком мы с вами действовали в электростатике. Мы с вами получили поле потенциал, электрическое поле, создаваемое зарядами на большом расстоянии в мультипольном разложении, а потом рассмотрели энергию взаимодействия и получили энергию взаимодействия потенциала поля, градиентов потенциала, вторых производных потенциала с зарядом, с дипольным моментом, с квадрупольным моментом. Энергию взаимодействия. Вот аналогично мы сейчас проделаем случай с магнитным полем. Начнем с силы. Первое, это все было повторение, это сила и момент силы. Момент сил, действующих на диполе в магнитном поле. Ну, давайте напишем на систему токов магдействующую. Давайте в магнитном поле напишем. Словами я сейчас скажу. Имеется в виду, что у нас есть какие-то токи, Ж, отличные от нуля. Есть стороннее магнитное поле, которое создается другими токами. И мы изучаем энергию, ну, вообще говоря, не только энергию, силу и момент сил, с которыми магнитное поле действует на вот эти токи. Магнитное поле, созданное другими токами, действующее вот на эти заданные токи. Начнем с силы. Сила есть по определению. Это сила Лоренса, действующая со стороны магнитного поля на заряды. Определяется вот каким образом. Е на С, векторное произведение скоростей на магнитное поле в точке расположения зарядов. Мы можем перейти от точечных зарядов к плотности тока, да, через дельта-функцию. Тогда выражение для силы примет следующий вид. Это D3R, 1 на С. Векторное произведение G от R штрих. H от R штрих. Такое выражение получается. Будем считать, что вот эти заряды находятся далеко от, эти токи находятся далеко от тех токов, которые создают магнитное поле. То есть магнитное поле примерно постоянно на масштабах вот этих вот токов. Эти токи текут в ограниченном объеме. Магнитное поле здесь примерно постоянно. Соответственно, магнитное поле я могу разложить в ряд. Допустим, здесь есть некоторая точка 0. И на вот этих масштабах магнитное поле слабо меняется. То есть примерно, ну, константа плохо писать, слабо меняется, можно разложить в ряд Тейлера. То есть это примерно есть H от 0. Давайте от R штрих нам здесь потребуется R штрих. H от 0 плюс что? Ну, плюс производная. R штрих, набло штрих. H тоже от 0. Давайте мы чуть более аккуратно запишем, чтобы потом не запутаться. То есть имеется в виду, мы должны взять H от R, взять набло и потом подставить R равный 0. То есть иными словами, взять градиент поля, не градиент, а производную по направлению R штрих, в точке 0. Ну, это просто разложение в ряд Тейлера. Вблизи точки 0. Да? Дальше подставляю это разложение в выражение для силы. Получаем 1 на C. А дальше смотрите, в чем здесь суть, что когда я подставляю H от 0, вот первое слагаемое, да, константу, H от 0 на R же штрих не зависит, ее можно вынести из-под интеграла. Поэтому в первом порядке мы что получим? 1 на C. Могу так записать. Векторное произведение от интеграл D3R штрих. G от R штрих. H от 0. Согласны, что вот так вот получается в первом порядке? О, в нулевом порядке. Ну, векторное произведение могу распространить за знак интеграла, да? Вот так. H вынести. Тогда так получится. Ну, когда H от 0 подставлю, конечно. Плюс. В первом порядке давайте смотреть, чего получится. 1 на C. Интеграл D3R штрих. G от R штрих. Ну, а дальше у нас идет R штрих на ABLA, действующий на H от R в точке R равно 0 и так далее. Чему равно первое слагаемое? У нас магнитостатика, поэтому дивергенция этих токов равна 0. А если дивергенция G равна 0, то можно показать, что интеграл D3R штрих G от R штрих по всему пространству тоже равен 0. Может, это выводили. То есть это 0. Оттуда следует важный вывод, что на самом деле на систему токов действует не само магнитное поле, а градиент магнитного поля. То есть в постоянном магнитном поле силы не будет. Сила будет связана именно с градиентом, с неоднородностью поля. Нам нужно поработать с первым слагаемым. На самом деле у вас соответствующее выражение выводилось на семинар. Но давайте мы его, ну, несколько иначе, давайте мы его здесь получим. Чтобы это сделать, мы с вами давайте вот над этим выражением сначала поработаем. Над этим векторным произведением. Я его обозначу за звездочку. И мы с вами его сейчас упростим. Вот он сказал. Он уже там. Вот здесь вот мы можем. Мы сейчас это и сделаем. Но мы сначала вот это немножко упростим, векторное произведение, а потом сделаем, опять вынесем. Мы сейчас все сделаем. Давайте распишем эту звездочку, сколько это будет. Это есть векторное произведение, поэтому если я компоненту И буду писать, сюда, то это что будет такое? Е и КЛ Ж К от Р штрих. И дальше вот это вот выражение должен записать в тензорном виде. Как написать? Например, так. Р штрих М набло М ХЛ от Р взятая в точке Р равная нулю, да? Согласны? А дальше мы пользуемся следующим ну и набло, она на самом деле действует по Р, не по Р штрих. Дальше пользуемся вот чем. Давайте вспомним уравнение Максвелла, определяющее H в Макбук-эстатике. Это ротер H равняется минус 4,15 Ж. Однако, поскольку это H создано сторонними токами, которые вместе, там, где вот эти токи находят, их уже нет. Поэтому конкретно в этой области ротер H равен нулю. Сложно? Конкретно в этой области тех токов, которые создают это магнитное поле, нет. Это магнитное поле создано другими токами. Поэтому конкретно в области токов Ж ротер H равняется нулю. Но что такое ротер H равняется нулю, если мы напишем это покомпонентно? Покомпонентно это будет означать вот следующее примерно, что набло М HL минус набло LHM равняется нулю, где LM пробегает всевозможный X или XZ. Ну, очевидно, что если LM совпадает, это просто тоже диспло, да? LM, если одинаково. Из-за одного вычитаем то же самое, 0. А если LM разный, то это не что иное, как компоненты ротора. То есть, если M это X или это Y, то это компонента Z ротора H. Понятно, да? То есть, если мы будем ротор H расписывать как в виде определителя, то мы как раз и получим, что компоненты ротора это есть вот такие вот штуки. Там, D, H, X под Y минус D, H, Y под Y. А из этого следует, что набло M HL равняется набло LHM и значит, вот здесь мы можем ML индексы поменять местами. Еще раз мы их меняем, не просто так, но что ротор H равен нулю, конкретно в этой области. И в итоге получаем E, I, K, L, G, K, от R' R' M, а теперь меняем местами. набло LHM. Далее делаем следующий трюк. набло у нас берется по компоненте R, не по R' поэтому набло я могу под набло внести и R' и G от R'. набло еще раз, это что такое? Это градиент, который действует, не градиент, а опять дифференциальная операция, действующая на R, зависящая от R, то есть производная по R, и потом мы полагаем R равное нулю, а нас R' никак не связано. Это конкретное значение производной в точке 0, которую мы вычисляем вот таким образом. Берем общую зависимость H от R, вычисляем производную, подставляем 0 от R' и не зависит. Поэтому набло под набло вношу R' и G от R' и получаю, а здесь давайте я K и L поменяю местами и поменяю знак по этому, то есть минус E и LK, набло L, в скобках получается G, K от R' R' M, HM от R' и это все должно быть взято в точке R равно 0. Но E и LK набло L это же есть ИТ-компонент ротора. Правда? ИТ-компонент. То есть я пишу минус ротор. Ротор при этом берется по R. Давайте я здесь внизу поставлю индекс R, то есть ротор берет попеременный R. Внутри ротора стоит вектор G, зависящий от R' скалярное произведение R' на H от R и после вычисления это должно быть взято в точке R равно 0. Мы получили такое выражение пока что. Подставляем его теперь вот сюда. И как кто-то там предлагал, теперь у нас ротор по R, а интеграл по D3' могу соответственно операцию ротора вынести, поменять местами, независимые операции и записать F. Давайте напишем, что вот это вот F0, а это есть F1. Пишу F1 равно 1 на C, но здесь минус, поэтому сразу минус 1 на C. Ротор сразу вынесу Ротор по R. Внутри ротора остается интеграл D3R' G от R' R' H от R. Это все должно быть взято в точке R равно 0. А теперь давайте вспомним то, что мы уже записывали, что интеграл, помните, мы с вами получили следующее. Мы с вами получили следующее, что интеграл по D3R' G от R' R' равняется минус 1 вторая интеграл D3R' векторное произведение R на R' на G от R' Мы уже с вами записали как-то, да? Мы это вывели на прошлой лекции с вами, это свойство. Вот видим, что здесь то же самое почти, но только вместо R стоит H. Но давайте здесь отметим, что когда мы выводили это свойство, R был просто вектор, который не зависит от R' то есть в принципе это свойство верно, если вместо R подставить что угодно не зависящее от R' любой вектор не зависящий от R' в частности H. Далее, давайте отметим, что ведь интеграл D3R' R' G от R' это же есть не что иное, как магнитный момент. Поэтому вот это выражение равняется минус или даже вот так вот давайте C на C можно поделить и умножить. когда 1 на 2C интеграл от векторного произведения R' G от R' это мю, поэтому минус C векторное произведение R на мю или C векторное произведение мю на R. Понятно, да, что сделали? Мю подставили. Но, как я уже отметил, R может быть заменено на любую функцию, не зависящую от R. То есть вместо R можно взять любой вектор, не зависящий от R'. В частности, H. Поэтому для F1 я получаю следующее. Вопрос, давайте вопрос. потому что, когда мы выводили это условие, мы от R предполагали только одно. То, что оно не зависит от R'. Вот, посмотрите вывод этого выражения. Его можно повторить, если вместо R взять любой вектор, не зависящий от R'. вот слово повторить. В частности, H от R можно взять. Ну, тогда отсюда мы имеем что этот интеграл, 1 на C я вношу по дифференциалу, то есть C сокращается, это получается не что иное, как векторное произведение мюнаш. То есть мы пишем, что это есть рота по R от векторного произведения мюнаш. Давайте мы вот это очертим, это так, вспомогательное выражение. Теперь осталось раскрыть единственное минус, да, минус я напрасно удалил. Либо если поменять местами внутри ротора, то это ротор по R H на B и нужно взять в точке R равно 0. Теперь раскрываем ротор от векторного произведения. Вот вы должны вспомнить, чему равен ротор от векторного произведения. Помните, выводили мы на семинарах ротор А на B это есть? Там что-то B ну там B на бла А минус B дивергенция плюс ну давайте диктуйте значит мне ротор А на B это A дивергенция B минус B дивергенция A плюс B на ABLA минус A ABLA B выводится на семинарах дальше здесь нужно иметь ввиду что мю это постоянный вектор Атер независящий мю это интеграл по D3 р штрих все это постоянный вектор который задается распределением токов и от R здесь зависит только H поэтому вот в этом выражении я должен иметь ввиду что производные нужно брать только от H производные все от мю равны нулю поэтому я получаю то есть от первого от A должен брать производные то есть минус B дивергенция плюс B ABLA вот это вот второй третий слогаемый нужно оставить записываю минус мю дивергенция H плюс мю ABLA H от R еще это взятое в точке R равно нулю давайте посмотрим на первое слогаемое минус мю дивергенция H дивергенция H чему равна нулю поэтому это 0 и остается только первое слогаемое которое можно записать вот каким образом мю ABLA H H как бы от нуля или просто H H в точке расположения тока это есть сила которая вы из семинаров несколько другим способом выводили сила действующая со стороны магнитного поля на магнитный диполь мин ABLA таким образом важный вывод отсюда что на магнитный диполь действует градиент магнитного поля поля должен быть градиент чтобы была сила действующая на диполь давайте найдем энергию взаимодействия диполи с полем чтобы это сделать я хочу представить силу как минус градиент какой-то функции для этой функции есть энергия взаимодействия но пока как бы не очень потому что здесь производная по направлению мю на облах мю так просто мы не можем внести подашь потому что это будет вместе это можем но это будет не операция градиента а это будет набла с индексом это не градиент как таковое это не градиент не функция берущаяся от скаляра функция берущаяся от компонента вектора мю помноженной на h однако это тоже можно упростить следующим образом давайте рассмотрим вот такую комбинацию мю рот h вектор это разведение чему равно сразу можно сказать чему равно нулю да рот h равен нулю поэтому 0 но с другой стороны это есть мю векторное произведение набла на h можно раскрыть по правилу бац минус ца раскрываем получаем бац то есть набла есть на мю h минус ца или abc то есть мю набла h таким образом видим что если ротор h равняется нулю то мю набла h то есть производная набла по направлению мю это то же самое что оператор набла взятый от скалярного произведения это верно когда когда ротор равен нулю отсюда мы заключаем что это же выражение то есть выражение для f1 в общем виде это есть мю набла h но в то же самое время его можно записать как набла от мю на h еще раз это не одно и то же это так только потому что ротор h равен нулю или записать вот так вот минус набла вот минус мю на h то есть минус набла от некоторой функции у где у равняется минус мю на h ну мы с вами понимаем что просто из-за определения силы да то есть если силы есть минус градиент чего-то это что-то просто энергия взаимодействия это энергия взаимодействия диполи с полем магнитного диполя с магнитным полем давайте напишу кратко мю и h энергия взаимодействия мю и h далее мы нашли силу действующей на магнитный диполе и поняли что она пропорциональна градиент давайте найдем момент сил действующих на магнитный диполь чтобы найти момент сил давайте я запишу его вот таким образом это векторное произведение это векторное произведение на f то есть радиус вектора заряда на силу которая действует на заряд это сила действует со стороны магнитного поля поэтому могу написать поэтому могу написать сумма по а а а здесь f это е на c в а h в точке а е на c это не вектор я внесу перед векторным произведением записываем в виде интеграла через токи как через токи это векторное произведение r штрих с векторным произведением g от r штрих h от r штрих и 1 на c спереди это момент сил действующий на ток со стороны магнитного поля опять рассматриваем случай когда магнитное поле примерно постоянно но здесь оказывается что уже в первом в нулевом порядке то есть считай если мы будем считать h константой уже действует момент сил на магнитное поле на магнитный диполь то есть далее мы рассматриваем h h от r штрих примерно h от 0 равно константе далее пишем просто h ну то есть в нулевом порядке и тогда в нулевом порядке m0 е не 1 на c интеграл d3 r штрих векторное произведение r штрих g от r штрих просто h двойное векторное произведение это двойное векторное произведение я раскрываю по правилу бац минус ца 1 на c 1 на c интеграл по d3 r штрих бац то есть это g от r штрих скалярное произведение r на h минус ца 1 на c 1 на c интеграл d3 r штрих h на скалярное произведение r штрих на g от r штрих h от r не зависит можно вынести из-под знака интеграл и для второго слагаемого вот так вот написать спереди h вектор интеграл d3 r штрих g от r штрих скалярное на r штрих это цап бац минус цап давайте посмотрим на первое слагаемое чему равно первое слагаемое опять пользуюсь тем свойством которое мы 5 минут назад обсуждали что если есть интеграл g и дальше скалярное произведение r штрих на постоянный вектор то это есть мы уже писали это что такое мю на h просто векторное произведение мю на h можно выразить через магнитный момент а второе слагаемое еще осталось оказывается что второе слагаемое равно мулю давайте мы вот этот интеграл увидим что он действительно равен нулю здесь чтобы понять что он равен нулю нам нужно заметить следующее в стороночке давайте я напишу в стороночке давайте вот посчитаем дивергенцию от j на r в квадрате просто посчитаем чему это равно ну считаю по частям то есть дивергенция g r квадрат дивергенция g плюс дальше дивергенция r на g да а дивергенция r 2r получается 2r на g вы можете сами более аккуратно в индексном виде в тензорных обозначениях проверить это но я думаю более-менее понятно а дивергенция g чему равна нулю поэтому это равно 2 r на g или иначе r на g равняется 1 2 от дивергенции g на r в квадрате а 10 есть g на r то есть этот интеграл равен 1 2 интеграл d3 r штрих от дивергенции g от r штрих на r штрих квадрате сейчас более компактно напишу g от r штрих на r штрих квадрате то есть короче говоря скалярное произведение r на g из-за того что дивергенция g равна нулю это дивергенция от g на r в квадрате а как этот интеграл можно упростить интеграл по всему объему дивергенция от чего-то это теорема автороградского гаусса 1 2 поверхностный интеграл ds на g на r штрих в квадрате бесконечно заленная поверхность а у нас токи локализованы в какой-то конечной области по нашему предположению поэтому бесконечно удаленной области токов просто нет они равны нулю поэтому интеграл равен нулю второе слагаемое равно нулю и это приводит к тому что момент сил равен ню на h то есть из этого следует что момент сил уже в нулевом порядке не равен нулю и равен векторному произведению ню на h линейно связано с магнитным моментом магнитным полем через векторное произведение это позволяет кстати записать простой закон движения магнитного поля магнитного диполя в магнитном поле чтобы это сделать нам необходимо заметить следующее давайте напишем уравнение на момент сил вы наверное знаете из механики что если не момент сил прошу прощения или момент инкульса чему равно изменение дл по дт ну нужно второй закон ньютона помножить на веру векторно получится просто момент сил правда давайте пару минут еще а теперь давайте рассмотрим момент сил частиц зарядов движущихся в магнитном поле чему равно l это сумма по всем зарядам не момент сил прошу прощения момент импульса конечно момент сил вот он момент импульса это р это р на п ну лучше начать не с него это мы записали да давайте начнем с магнитного диполя магнитный диполь мы с вами его записывали где-то это единица сумма по всем зарядам заряд делить на 2с если я заряда в точечном виде запишу читать векторное произведение в на h ну у нас h постоянное просто так 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 в на р не надо конечно в на р только наоборот р на в р на g да давайте я этот момент магнитный момент распишу вот таким образом домножу на каждый из этих слагаемых на массу частиц и поделю на массу частиц на массу домножим и поделим пока что общее выражение да где мне приближение магнитный момент многих зарядов теперь мы рассмотрим случай два частных случаев первый случай вот я пишу равно мы сделаем следующее предположение предположим что отношение заряда к массе есть константа у каждой частицы отношение заряда к массе одинаково обозначим для краткости это е на е далее предположим что скорость каждого заряда много меньше c но из этого следует что импульс примерно равен mv давай теперь посмотрим что я получу если е на m одинаково я могу вынести по знаку суммы а что будет внутри сумма r на mv на mv это p то есть сумма r на p а это же есть момент импульса и таким образом мы получаем е на 2 mc то есть если отношение заряда к массе одинаково то магнитный момент связан с моментом импульса прямо пропорциональным коэффициент есть е на 2 mc вот этот коэффициент е на 2 mc называется гермогнитное отношение коэффициент пропорциональности между магнитным моментом и моментом импульса мы видим что это ну для таких классических точных частиц мангнитный момент мангнитный момент который связан со спином окажется что то спин и магнитный момент тоже связаны с каким-то определенным коэффициентом который тоже по порядку величины е на mc но здесь вот коэффициент не одна вторая в принципе может быть кое-годно для квантовой частицы вот и теперь давайте пользуясь этим вместо м я запишу мю на аж то есть запишу уравнение на дель по дт дель по дт равняется м м это мю на аж но мю это е на 2 mc е на 2 mc могу вынести записать вот так е на 2 mc или чуть-чуть иначе омега на аж где омега прошу прощения омега на эль где омега это есть величина минус вектор на минус е на 2 mc h а по модулю омега равняется просто е на 2 mc это есть ларморовская частота таким образом для момента импульса мы получили следующее уравнение дель по дт равняется омега на эль омега константа потому что мы рассматриваем аж константа а какое движение описывается таким уравнением прицессия вокруг магнитного поля то есть получаем что момент импульса в магнитном поле частицы прицессирует вокруг ну вектор а ну а логичное выражение справедливо это два мю для мю потому что л мю пропорционально л тоже пропорционально мю везде л я могу поменять на мю с двух сторон одинаково коэффициент будет сократиться таким образом мы имеем уравнение для мю для мю по дт равняется омега на мю это уравнение описывает уже прицессию магнитного момента в магнитном поле а если бы это был спин то спина в магнитном поле то есть если еще раз мы делаем вывод что если магнитное поле постоянно то как бы силы не действуют а момент сил действия не нулевой он приводит к прицессии спина вокруг магнитного поля давайте напишем прицессия магнитная прицессия мю в постоянном поле на этом мы с вами закончим рассмотрение магнитостатики и теперь приступим к следующей части нашего курса а именно решение уравнение максова в пустом пространстве мы рассмотрим плоские электромагнитные волны то есть я еще раз напомню идеологию в которой мы действуем мы рассматриваем как бы уравнение электродинамики в двух предельных случаях первый случай это заданы поля мы смотрим движение частиц решаем уровень движения частиц вторая второй предельный случай это заданы задано движение частиц то есть задано распределение зарядов и токов и мы смотрим какие поля создаются этими зарядами и токами конкретно до сих пор мы изучили когда два случая когда заряды просто покоятся электростатики да нашли все выражения в случае магнитостатики когда совершают финитные движения и есть только ток дивергенция g которого равно 2 сам ток постоянный нашли соответствующие магнитные поля теперь мы рассмотрим еще один случай частный это когда вообще нет токов и зарядов то есть решение уровня максвелла в пустом пространстве на этом пути мы придем к волновому уравнению второй пункт у нас это волновое уравнение плоский волу рассматриваем случай пустого пространства ро равно нулю ж равно нулю из этого следует что 4 ток равен нулю рассмотрим лоренцевскую калибровку а именно набло мю а мю равно нулю в лоренцевской калибровке уравнение на 4 потенциал какой имеет вид то есть вспоминайте ну оператор доломбера а мю равняется 4p на c 4p на c то есть доломбертиан 4p на c в лоренцевской калибровке такое получается уравнение но поскольку мы случай смотрим пустого пространства у нас доломбертиан а мю равно нулю или если записать по компонентам мы получим просто волновое уравнение в пустом пространстве 1 на c квадрат d2 по dt квадрат а мю минус лоплосиан а мю равно нулю ну нам нужно решить это уравнение будем искать решение это линейное уравнение вопрос какой то а мы рассматриваем решение для векторного для 4 потенциалы для полей и смотрите вы ему наверное задаете вопрос в смысле что если нет зарядов и токов то 0 должен быть правильно да но ведь не исключено что может быть просто что-то не нулевое не 0 мы допустим начальным условием как-то задали распределение поля в пустом пространстве это поле будет как-то меняться с координатой со временем вопрос можно ли так это сделать задать поле в пустом пространстве каким-то начальным условием так что мы удовлетворяли samples распределения после удовлетворялась в пустом пространстве то есть задали какое-то начальное распределение смотрим ну вот какое оно должно быть чтобы вот в пустом пространстве для него удовлетворялись в уравнение максова на выходе мы получим плоскую волну На выходе мы получим плоскую волну. Вы знаете, наверное, что в пустом пространстве могут распространяться плоские волны. Волна, которая распространяется в пространстве, как-то меняется во времени. Но пространство пустое. Но, тем не менее, есть какое-то распределение поля, которое сейчас увидим, бежит со скоростью света. То есть мы смотрим ноль решения на вопрос, единственное ли оно? Оказывается, что оно не единственное. Есть еще решения в районе Максвелл в пустом пространстве. Вот мы сейчас их рассмотрим. Какой у них смысл, вы можете спросить. Да, смысл такой, что, конечно, любые распределения полей создаются какими-то зарядами, но мы с вами увидим, что вдали от зарядов, если есть какие-то заряды, которые создали поля, то вдали от этих зарядов они будут выглядеть примерно так, как плоские волны. Будут напоминать плоские волны, которые мы сейчас с вами найдем. Вот поэтому мы решаем соответствующее уравнение. Доломбертян Амю равняется нулю. Ищем решение в следующем виде. Амю, ну, у нас же уравнение линейное, давайте поищем решение в виде как функции косинусов и симусов. Но у нас Амю 4 вектор, поэтому мы будем решать решение, искать решение. Амю это есть давайте так, Амю от Хмю. То есть Амю, которая зависит от 4 радиус вектора, то есть от координаты, от времени. Это есть некоторый постоянный 4 вектор от косинуса, косинус, который берется от какой-то константы. Какую константу можно записать? А вот какую. Каню Хмю минус Альфа, где Каню это пока некоторый, это постоянный 4 вектор, который мы пока не знаем. Альфа это скаляр какой-то. Давайте только не Альфа, напишем, а Фи. Можно Альфа. Акульдит Альфа. То есть вот это скаляр. Просто по поиску решения, в таком виде ищем решения. Вот это тоже скаляр. По построению. Мы взяли 4 вектора, домноженные на 4 К вектор. А это 4 вектора. И это 4 вектора. Каню пока некоторый неизвестный вектор. Давайте мы его компоненты обозначим следующим образом. Но я буду писать с верхним индексом. Каню. Первая компонента омега на С. Пространственные компоненты К. Называется волновой 4 вектор. Омега и К пока неизвестны. Это мы пока просто обозначили. То, что стоит под косинусом, я могу иначе записать в явном виде, как омега Т минус Кр минус Альфа. То есть еще вот в таком виде решение. Омега косинус от омега Т минус скалярное произведение К на Р. Омега и К пока константы. А пока неизвестные какие-то константы. То есть неизвестные компоненты 4 вектора, но которые сами по себе не зависят от координаты времени. Ищем решение в таком виде. У нас есть два условия, которые нам необходимо выполнить. Первое условие это уравнение. Ломбертян на мю равен нулю. А второе условие это луренсовское калибро. А мю набло мю равно нулю. Чтобы было понятно, как вычисление производится, мы с вами давайте вспомним операцию набло мю в четырехмерном пространстве. Пространство Минковского. Это что такое? Один на cd по dt, примененный к временной компоненте. и оператор набло, примененный к пространственной компоненте. Набло с верхним индексом то же самое, только перед набло и пространственной стоит в знак мю. Давайте напишу RA4 радиус вектор. x ню это ct r и с нижними индексами это ct ню. Я это делаю специально, потому что вот хочу сейчас сразу такое свойство записать. Набло ню x ню. Вот чему такая штука равна? Я беру компонент ню радиус вектора и дифференцирую. Какое-то что-то должно получиться, да? Давайте собрали в трехмерном пространстве. Это что было бы? Набло и rg в трехмерном пространстве. То есть я по координате и дельта и g, да. Здесь то же самое будет дельта, только дельта с индексами. Один индекс верхний, другой индекс верхний. Дельта ню ню То есть если компоненты совпадают, это единицы, если не совпадают, это ноль. И поскольку исходно один индекс был сверху, один снизу, это вот дельта ню ню. И аналогично набло ню, примененное к x ню, будет дельта, только уже с индексами ню. Теперь подставим вот мыичное решение в таком виде, подставим его в волновое уравнение. Записываю. Деламбертян а ню равно. Напоминаю, что такое оператор Деламбера? Набло ню с нижним индексом, То есть, ну давайте ню. Там уже ню есть. Давайте вот так вот напишем. Набло альфа набло альфа. Вот так. Оператор Деламбера это вот такая свертка набло альфа, набло альфа. Вот амин. Ну там написано, чему равно амин. А ню. Дальше косин. А теперь смотрите, мы здесь используем какое свойство. У нас уравнение линейное. Мы ищем решение в таком действительном виде. Здесь k пока произвольное, альфа произвольное. Но мы можем аналогично искать a. То есть, вот это же выражение можно записать так, сказать, что это действительная часть. От чего? От амю на е в степени минус и альфа. Давайте там напишу, чтобы тесно не лечить. Амю равняется ре амю е в степени минус и альфа е в степени коню х ню. И дальше воспользуемся тем, что уравнение у нас линейное. И мы можем действовать следующим образом. Мы ищем решение как ре от какой-то комплексной функции. Искать решение в комплексном виде, найти конкретное в комплексном виде вот это амю коню. А дальше от этого взять ре и сказать, что это будет решение исходного уравнения. Это верно. Почему? Потому что уравнение исходное линейное по а. А раз оно линейное, я могу искать решение в комплексном виде, а потом сказать, что если я хочу сделать действительное решение, то должен взять от полученного комплексного решения просто действительное учение. Но с экспонентами просто удобнее работать, поэтому далее мы работаем вот с этим вот выражением, которое давайте вот в каком виде допустим. амю е в степени и альфа обозначим за а ноль мю. Это амплитуда. А е в степени и коню. Поэтому вот сюда под набл я подставляю комплексный векторный потенциал в комплексном виде, а потом от него возьму ре. То же самое касается электрического и магнитного поля. Мы можем искать решение в комплексном виде, но они действительные, потом в конце взять ре и сказать, что это действительно решение уравнение. Поэтому сюда я подставляю а ноль мю е в степени и коню и су. равно на обла альфа действую первой на обла альфа. А как мне действовать нужно? а ноль мю это постоянный вектор его я выношу и дальше наблой альфа действую на е в степени и коню и кс ню. Равняется наблой альфа а ноль мю. Как мне экспоненту дифференцировать? Как сложную функцию сама экспонента остается коню и кс ню. Дальше дифференцирую и коню и кс ню. И коню это постоянная величина. И коню остается. Дальше остается наблой альфа и кс ню наблой альфа а ноль мю наблой альфа и кс ню это что такое? Да, мы это же посчитали дельта ню альфа не просто так. А дельта ню альфа мы сворачиваем с коню. Верхний индекс нижним сворачивается и в итоге получается к альфа. Правда? То есть вот здесь получается к альфа. То есть и к альфа и е в степени и коню и кс ню. Еще раз нужно взять набло. Но набло альфа там индекс сверху. А дальше давайте вот следующий образом сделаем. Здесь индекс снизу, индекс сверху. но это скалярное произведение и ничто не мешает мне сделать здесь индекс сверху а здесь индекс снизу одно и то же. И тогда когда я буду дифференцировать набло альфа вот от этого будет то же самое только альфа сверху набло альфа сверху ик снизу Получаем окончательный ответ. Получаем окончательный ответ. Получаем окончательный ответ. Получаем окончательный ответ. Равно нулю. Ну, смотрите, экспонента сама нулю не равна, да? А нулю нулю тоже не может быть равно. Почему? Потому что мы ищем нетривиальное решение. Мы не хотим, чтобы, ну, если ноль, то это действительный ноль получается. Мы ищем ненулюные решения. Из этого следует, что только к альфа к альфа может быть равно нулю. А это же модуль волнового вектора в пространстве Минковского, в квадрат длины, да? В пространстве Минковского. То есть омега на c в квадрате минус k в квадрате равно нулю. Это, если не что иное, как дисперсионное соотношение между частотой и волновым вектором. То есть мы с вами получили, что в пустом пространстве, если мы ищем решение векторного потенциала в виде косинус, той функции, которую мы написали, омега t минус k r, то омега и k должны быть связаны вот таким соотношением. Чуть иначе можно записать. Омега равняется c модуль k. Дисперсионное соотношение для электромагнитных волнов. Дисперсионное соотношение таким словом называют связь между омега и k. В пустом пространстве это так. В пустом пространстве линейная связь. Помимо этого, то есть мы получили свои условия на временные пространственные компоненты 4-волнового вектора. Дисперсионное соотношение. Помимо этого у нас есть еще условия калибровки, лоренцевской. Давайте посмотрим, какое оно условие накладывает. Оно вот какое условие накладывает. На бла мю а мю равняется 0. Я должен на бла мю применить вот к этому выражению. Только здесь не альфа сделать, а мю. На бла мю примененный к экспоненту даст и к мю и останется а 0 мю. То есть из этого будет следовать и к мю а 0 мю е в степени и к ню х ню равно 0. Здесь возникает скалярное произведение в пространстве Минковского волнового вектора и вот это вот 4 потенциала. В постоянной амплитуде 4 потенциала. То есть отсюда следует, что к мю а 0 мю равно 0. То есть условия лоренцевской калибровки накладывают вот такое условие между волновым вектором и амплитуде 4 потенциала. Они должны быть ортогональны в пространстве Минковского. Мы сейчас увидим, что такое условие неоднозначно определяет потенциал, то есть лоренцевская калибровка. Но даже в этом случае все равно на потенциал можно наложить еще некоторое условие, что существенно упростит дальнейший анализ. Давайте это увидим. Давайте с вами заметим следующее, что векторный потенциал, ой, простите, 4 потенциала, вот таким условием определенно неоднозначно, именно для плоской волны. Почему? Давайте рассмотрим вот такую амплитуду 4 потенциала. А 0 мю штрих, который есть А 0 мю плюс некоторая константа С помножить на к мю. К мю по-прежнему будем считать, что удовлетворяет же это волновой 4 вектор, для которого выполнено дисперсионное соотношение. Тогда вот это условие никак не нарушается из-за того, что мы переопределим А 0 мю. Это постоянный вектор по-прежнему. А условия лоренцевской калибровки изменятся или нет? Давайте сообразим. Необходимо, чтобы к мю А штрих 0 мю чему равняется? К мю А 0 мю плюс С к мю К мю. Это 0, но и это 0. Потому что к удовлетворяет дисперсионному соотношению. То есть это все равно 0. Таким образом мы видим, что если мы 4 потенциала добавим константу умножить на 4 волновой вектор, это тоже будет решением. Это позволяет нам еще дальше упростить выражение для 4 потенциала. Если мы задались какой-то системой отчета, вот здесь важный момент, занулить скалярный потенциал. Это вот нитривиальный момент, что мы можем так выбрать эту константу. Вот у нас задана какая-то система отчета. Мы можем так выбрать константу, чтобы занулить скалярный потенциал. Давайте это увидим. Напишем, фиксируем систему отчета. Ну какую-то взяли. В этой системе отчета какой вид имеет К? Имеет вид Омега на С. ну там КХ КЮ, КЗ, да? Какой вид имеет А? 0 мю КМ, конечно, Виктор. Си 0 А 0 Х А 0 У, А 0 Z Давайте подумаем, можем ли мы как-то выбрать константу С, чтобы А3 было таким, чтобы у него на месте скалярного потенциала стоял 0. Ну давайте С выберем, каким? Си 0 делить на Омега С Минус Си 0 делить на Омега С Так сделать можно. Почему? Потому что С это какая-то константа. Си 0 вообще говоря константа. У нас А 0 мю это постоянный 4 вектор, у него все компоненты константы, они от Р и Т не зависят. Вот возьмем такую константу. Тогда смотрим, чему равно А 0 мю стрих. А вот это вот. Ну давай, ну видно, да, что если КМ давно уже на минус Си 0 Омега делить на С, то здесь получится минус Си 0, Си 0 сократится. Омега константа, да. Мы исходно искали решение в таком виде, чтобы Омега и К постоянные компоненты 4 волнового вектора. Это константа, от Р и Т не зависят. Ну я не буду явно выписывать компоненты, можно пересчитать. Главное, что от скалярного потенциала мы избавимся. То есть смотрите, за счет такой неоднозначности 4 потенциала мы можем всегда подобрать константу С такую, чтобы Си обратилась в ноль. То есть конкретно для плоской волны, для 4 потенциала плоской волны, мы можем мало того, что выбрать Лоренцевскую калибровку, но еще и дополнительно положить Си равным нулю. Здесь следует важное замечание о том, что если исходно Лоренцевская калибровка выполняется в любой системе отчета, потому что это условие релятивистски-нуриантное, это скаляра, это в любой системе отчета так, то вот условие, когда мы делаем Си равным нулю, оно, вот эта константа С, зависит конкретно от системы отчета. То есть я по этому слову, мы фиксируем какую-то систему отчета, Си 0 чему-то равно, выбираем константу С такой и тогда мы можем в этой системе отчета Си 0 за нулю. Но если мы вот этот 4 потенциала начнем смотреть в другой системе отчета, то в другой системе отчета здесь уже будет не 0. Это 4 вектора, которые как-то преобразуются и здесь уже будет не 0. Поэтому в новой системе отчета С должна быть своя. Это видно, Си 0 другой будет. Поэтому здесь мы зафиксировали систему отчета. Это, кстати, отличается вот от этого условия, Это условие всегда верно, в любой системе отчета это так. А вот это уже, мы зафиксировали систему отчета, и вот в ней уже внутри забираем φ равно нулю. В другой системе это уже будет не так. Конкретно вот этот 4 потенциал уже здесь будет не нулевая компонент. Тем не менее, в данной системе отчета так можем сделать. Тогда у 4 потенциала скалярный потенциал 0 остается только векторный потенциал. Дальше, давайте посмотрим, а к чему в таком случае приводят условия Лоренцевской калибровки. Мы, во-первых, уже доказали, что это условие не нарушается из-за такой замены. А давайте распишем тогда, чему оно равно, вот это произведение. К мю А0 мю штрих, поскольку временная компонента 0 будет только скалярное произведение пространственных компонентов. То есть минус К на 0 штрих равно нулю. Таким образом, мы можем вот в таком представлении, которое мы выбрали, у нас φ равно нулю, и одновременно с этим А, векторный потенциал, перпендикулярен К. Ну и на самом деле просто А тоже перпендикулярен К, потому что он умножает и вектор, умножается на скаляр какой-то. И вот в этом плане говорят, что эта волна поперечная. У нас векторный потенциал перпендикулярен волновому вектору направления. Мы сейчас увидим, что электрическое поле и магнитное тоже будут ему перпендикулярны. Таким образом, мы получаем, мы всегда можем для плоской волны векторный потенциал задать вот таким образом. φ равно нулю. В заданной системе отчета всегда можем выбрать так, чтобы φ равнялась нулю. Дальше штрихи я не пишу. АА было перпендикулярно К. АА равняется А0 на Е в степени И коню х. Ну, здесь такое правило соглашения. Здесь можно знак плюс, знак минус написать. Но далее нам удобно здесь будет знак минус писать. Это ни на что не влияет. Просто окажется, что если это знак минус, то это соответствует плоской волне, фронт которой бежит. Вдоль при увеличении Т увеличивается Р. Вдоль положительного направления Р, короче говоря, фронт бежит. Ну, мы сейчас это увидим. Короче говоря, мы получили из лунового уравнения, что всегда можно векторный 4 потенциал задать так. φ равно нулю, А перпендикулярно К и определяется вот таким соотношением. Или иначе, А0 Е в степени минус И. ОНГТ минус КР. Давайте найдем электрическое магнитное поле. Е равняется, согласно общему выражению, минус градиент φ минус 1 на С ДА по ДТ. А φ равно нулю, поэтому остается только А. Минус 1 на С ДА по ДТ. Дифференцируем по времени. Да, минус омега вылезет. Минус и омега. Минус минус сократится. Получаем и омега на С. Просто А. Или иначе, и омега на С. А0 Е в степени минус. И омега Т минус КР. Вычисляем магнитное поле. Ну да, видим отсюда, что Е параллельно А. Да, Е параллельно А. Сонаправлено. А А перпендикулярно К. Значит, Е тоже перпендикулярно К. Е параллельно А. Следовательно, Е перпендикулярно К. Вычисляем Аш. Ротор А. Ну, ротор знаете, как играть, да, такой штуки? Что получится? Е минус омега Т. И КР. Короче говоря, будет И на векторное произведение. К на А0. Хорошо. Крой. Как? Как? получается ну дальше мы можем следующее сделать здесь упрощение у нас модуль к равняется омега делить на c до поэтому давайте я к представлю следующим образом модуль к на n где n это единичный вектор вдоль направления к внизу буковку к напишу единичный вектор вдоль направлении к а модуль к это у него на c тогда подставляем и получаем векторное произведение с n и омега на c а и у него на c а это что такое это е того получаем что h равняется н к на е ну и мы видим что да что не перпендикулярно к h перпендикулярно и е и к таким образом е а шико образуют правую тройку векторов да то есть плоская волне е перпендикулярно кстати видно что аж по модулю равно е е перпендикулярно к и сумму 90 градусов поэтому модуль а же равняется модели то есть мы получаем что если картиночку схематично рисовать водка вот е перпендикулярно и к тогда аж должно быть направлено сюда и мы получаем что не наш и к это правая тройка векторов правая тройка и далее мы еще получили что модуль е равняется модуляшем это есть плоская электромагнитная волна плоская да еще и поперечины вот там используют слова плоская поперечный что означает плоская что означает поперечный выражение у нас е и аж перпендикулярный к это означает что поперечная что е и аж перпендикулярный к вообще говоря если мы рассмотрим среду то есть среди этот слой может нарушаться важно иметь что это имеем вакууме вакууме электромагнитная волна является поперечным то есть е перпендикулярно давайте мы где-нибудь напишем что е перпендикулярно к поперечная волна теперь эту воду увидим что сейчас что эта волна является плоской в том смысле что у ее поверхность постоянной фазы является плоскостью перпендикулярный к а именно е у нас чему равно е 0 ну вот сюда давайте посмотрим вот это вот если что иной как е 0 на е в степени и минус омега т минус кр величина омега т минус кр кстати говоря напомню является скаляром вариант на относительной системе отчета но это же является фазой волны да и то что стоит внутри экспоненты то есть мы имеем он и дт минус кр равняется константа и вот такое уравнение если мы зафиксировали константа выдает поверхность постоянной фазы если мы нарисуем картиночку если задан вектор к то вот из этого следует что к на r равняется он это плюс какая-то константа то есть поверхность постоянной фазы камер если ты зафиксировал вообще является констант а это что такое это просто плоскость перпендикулярная к уравнение камер скалярное произведение равно константа задает плоскость украина к этот плоскость эта поверхность постоянной фазы на такой плоскости фаза одинаково а если мы еще эту плоскость будем двигать вдоль к со скоростью света это как раз таки будет поверхность фаза которого двигается постоянная фаза двигается вот так вот вдоль к со скоростью света почему со скоростью света если мы рассмотрим это параллельная к то будет модуль к модуле равняется омега на t плюс константа, а омега – это ck. k сократили, получаем r равняется ct. То есть если r вот здесь, вот r параллельно k, то мы получаем, что r равняется ct плюс константа. То есть поверхность постоянной фазы движется со скоростью c вдоль k. Поверхность постоянной фазы. В данной ситуации это плоскость. Еще раз подчеркну, что в среде это не всегда так. Но вот здесь оказывается в пустом пространстве это так. И вот раз поверхность постоянной фазы – это плоскость, поэтому волна называется плоская. Таким образом, мы получили с вами решение уровня максимума в пустом пространстве. Это поперечная плоская волна, волновый вектор. Компоненты его омега и k связаны с соотношением омега равно c модуль k. Ну и как следствие здесь вот eH перпендикулярно, k перпендикулярно друг другу по модулю равно eH друг другу. На этом давайте закончим и в следующий раз продолжим с вами. Вопросы?